Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 писал приехала женщина которая худо-бедно говорит по-английски ну скорее худо чем бедно и мы пытались с ней восстановить хронологию где и когда я был я ехал из гуанчжоу до города вот где собственно все это и случилось она все спрашивала меня не был ли я в этом в ухане или ухане где вот сейчас эта вся эпидемия происходит народу собралось вокруг ну человек наверное 30 кто на телефон снимал кто фотографировал я не знаю чего не там делали кто-то ржал кто-то был абсолютно серьезный и в конце концов я мы наверное где-то с полчаса стояли мы восстановили по карте я им все показал где я ехал как передвигался как где жил даже там парковку показывал где я ночевал и в конце мы договорились но тут произошло самое страшное до этого они мне померили температуру пять раз наш разговор закончился они согласились отвезти меня на вокзал чтобы я купил билет до города на ним где я сейчас нахожусь они мне решили проект померить последний раз температуру и оказалось что у меня 37 2 блин ну потому что я в шапке стою потому что это короче произвело фурор я им долго пытался объяснить что в гуанчжоу городе ближайшем где есть этот вирус я был 9 дней назад то есть инкубационный период уже практически ну подошел к своему завершению худо-бедно они посадили меня в машину и мы поехали ехали мы не совсем долго они привезли меня на вокзал завели в помещение через черный вход и мы начали покупать билеты единственная проблема в том что у меня нет налички вообще абсолютно нет я без денег последние наверное два три дня у меня есть карта на которой есть деньги но карта мастеркард тенькова а здесь мастеркард и виза они вообще не в части здесь только union pay и поэтому я не смог купить билет но к части полицейским они поручили меня какому-то смотрящему по вокзалу он спросил взял мой паспорт пошел куда-то и потом принес мне паспорт и принес мне 40 юаней он дал мне вот эти там грубо говоря 400 рублей на то чтобы я купил себе билет мне дали денег и вот я на вокзале нахожусь вот этот строгий офицер ведет меня к вагону чтобы я не убежал но какая разница это же так круто до посадили дали денег молодцы он меня сопровождал до самого-самого поезда и когда я поезд этот увидел я вообще офигел не новый зацените на каком поезде еще с полюбом это ли не сказка и на скорости почти 200 километров в час поезд привез меня в город на ним где я сейчас нахожусь к сожалению этот город встретил меня не так гостеприимно как хотелось видимо пока я бродил по провинциям больших китайских городах что-то резко изменилось вот так выглядит станция метро время 5 часов разгар рабочего дня вообще никого я один я один на этой станции один город столица провинции вот что происходит поэтому я решил купить билет до города кунь мин завтра в 6 утра я выезжаю и с этого города ходят прямые автобусы до границы с лаосом соответственно свой путь до лаоса я там с месяца может быть ужал до трех дней это будет будут очень сложные три дня потому что по всех китайских городах иностранцев в отеле не пускают и либо пускают но по ценам по которым я вам уже говорил 20-30 тысяч рублей поэтому спать сегодня я буду на вокзале завтра в поезде послезавтра может быть где-то в автобусе но дня через три я буду в лаосе